Работаем мы сегодня не одни, но и наши корреспонденты готовят различные материалы, поэтому будьте с нами на связи, и я думаю, что много будет интересного. Конечно, потому что прямо сейчас мы готовы связаться с Евпаторией. Вы знаете, что там есть наш филиал для радиокомпании «Крым». И Евпатория, мы готовы связаться с гостем из этого региона, который прямо сейчас выйдет в наш эфир. Пока мы его представим, это Андрей Захаров, глава администрации Раздольнинского района. Мы сегодня будем говорить, какая же ситуация на сегодняшний день в поселках. И, наверное, доброе утро. Начнем наш разговор, как нас слышно. Андрей, как вы встретили первый день карантина? Я хочу спокойно встретили на улицах, нет людей, как и странно. Ну, в принципе, у нас такое уже наблюдается с того времени, когда ввели режим повышенной готовности. Люди, собственно говоря, очень внимательно смотрят и слушают информацию, которую выдают и соблюдают меры предосторожности. То есть выполняют то, что требуется сегодня. Больше находиться дома, меньше где-то в общественных местах, не создавать массовое скопление. В общем, все у нас, скажем так, выполняется. И я бы отметил, что все нормально. Андрей, скажите, вот вы глава большого района Раздольнинского. Вы, конечно же, знаете обо всем, что происходит у вас на территории подведомственной. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия проводятся для того, чтобы, ну, скажем, ограничить распространение инфекции именно в вашем Раздольнинском районе? Ну, у нас, во-первых, все службы приведены в режим максимальной работы. То есть это коммунальные службы, это службы, наши социальные службы. Максимально охватываем все население, которое сегодня нуждается в заботе и нуждается в нашем внимании. Значит, у нас очень хорошо работают волонтеры во всех сельских поселениях. У нас под постоянным наблюдением мы созваниваемся каждый день на 309 человек. У нас вот таких вот людей сегодня под нашим особым вниманием. Это люди пожилого возраста, старше 65 лет. Это среди и многодетные среди. Есть необходимость доставить продукты питания, лекарства. В общем, вот так вот в основном организована эта работа. Также оповещения. У нас есть мобильные группы, которые по громкой связи рассказывают, что нужно, как нужно соблюдать это и в каких условиях мы сегодня находимся. А также у нас есть громкоговорители, по которым мы вещаем. Это и на рынке, и на центральной площади. И в конфессии тоже после нам на встречу очень большим пониманием сейчас в мечетях звучат тоже информация, которую необходимо людям сейчас донести. Андрей, скажите, пожалуйста, а есть ли люди, которые не соблюдают режим самоизоляции? Ну, к счастью, у нас таких нет. Все послушные и законопослушные граждане. Скажите, пожалуйста, к вам маленькая просьба. У нас буквально 20 секунд осталось. Я прошу вас обратиться ко всем жителям полуострова, еще раз призвать всех соблюдать меры предосторожности и карантина. Дорогие крымчане, сегодня действительно от нас требуется самое главное. Это то, чтобы внимательно слушать, выполнять указ главы республики, находиться дома и не посещать месту жилого воспитания. Большое вам спасибо. Напоминаем, в нашу студию, в наш эфир включился глава администрации Раздольнинского района Андрей Захаров. Большое вам спасибо. Здоровья вам и всем вашим односельчанам.